Здравствуйте, уважаемые коллеги! Мы продолжаем наши беседы в оперативно-исканной деятельности в присутствии адвоката Олега Виколова, который специализируется. Мы по-прежнему консультируем. Консультируем, консультируем. Правда, что-то мне в основном, процентов 80, удается консультировать оперативных сотрудников и следователей. А употребляют ли они вашим альтруизмом? Знаете, так, я делаю это тогда, когда мне это интересно. Если дело интересно, если ситуация нова, то я с удовольствием. Согласен, то же самое. Коллеги, у нас есть относительно новый формат беседы ОБРД. Это рассмотрение, так называемый БЛИЦ-анализ. Или экспресс-анализ. Суть анализа в следующем. Наши подписчики, или наши знакомые адвокаты, следователи, прокуроры, судей, отправляют нам один, всего лишь один документ. Это принципиальный такой формат, требование формата БЛИЦ-экспресс-анализа. Один документ. Чаще всего это бывает или приговор, или обвинительное заключение. И просят нас, Олегом Валерьевичем, дать предварительную, примерную оценку, допущенным по настоящему делу, нарушений закона или ошибок, связанных с оперативной оснащенностью. Мы на это иногда соглашаемся. Почему? Потому что интересно. И с другой стороны, не всегда хочется тратить массу времени на изучение всех материалов уголовного дела. Но главное условие это формата следующее. Главное условие формата. Мы не выносим решение. Мы предполагаем. Мы только предполагаем, что определенное нарушение, вероятно, при прочих равных условиях, может быть допущено. Вы понимаете почему, да, коллеги? Потому что мы не знаем, вступил ли данный приговор в законную силу. Последняя ли это редакция, обвинительное заключение. Не отменен ли приговор, да. Самое главное, мы не знаем содержание документов. И мы не знаем содержание уголовного дела. Когда речь касается, ну, изучить все уголовные дела, это у нас в разы реже бывает, да. В рамках консультационной нашей практики. А вот экспресс анализ конкретного документа, это пожалуйста. Забегая вперед, могу сказать, все наши зрители, если у вас есть интересный приговор или иной документ, вы можете обращаться, мы проведем его экспресс анализ. По принципу, мы вам предположим, предположительно укажем на ошибки и нарушения. Итак, один из знакомых адвокатов из дальнего региона Российской Федерации, западного региона, отправил нам с Олеговичем приговорчик. Приговорчик так себе, на мой взгляд, он очень так себе в плане того, что он типичный. Итак, краткая фабула. Некий гражданин, назовем его гражданин С, являясь инспектором отдела контроля международных автомобильных перевозок Управления государственно-автодорожного надзора по региону, получил взятку. Размер взятки всего-то 500 рублей, 5 купюрами по 100 рублей. Ну, понимаем, купюры были меченые, там было слово АБЭП написано. За что наш товарищ получил взятку? Какой-то очень бедный инспектор. Да. Кстати, обратите внимание, типичное заблуждение. Многие думают, что у взятки есть какой-то минимальный размер. Да никакого размера минимального нет. Мы знаем с Олеговичем уголовные дела, где осудили человека к реальному решению свободы за взятку в размере две сотни рублей. А недавно мне передали кое-что по делу, где работников полиции обвинили в получении взятки в размере две бутылки пива. Вот. И смех, и грех. Итак, он остановил фуру. Из фуры вывалился некий греуданин водитель. Ну, стандартная ситуация. Запросил документы. В документах было некое несоответствие. Некое нарушение усматривалось. И за то, что не составлять протокол об административном правонарушении, этот конкретный инспектор получил вот эту вот конкретную взятку. Обратите внимание. Значит, вот этот вот водитель был содействующим лицом. Заранее, перед заездом на этот пост, так, который на машине Мерседес, полуприцепт, который был полностью загружен лесом, они пересели в данную машину, имеется в виду сотрудники полиции, и передали водителю, внимание, сопроводительные документы на груз. При этом в товаро-транспортной накладной стояла отметка, что масса перевозимой древесины составляет 30 тонн. Что являлось, как ему пояснили, это водителю пояснили, явным превышением разрешенной нагрузки на ось. Кроме того, у этого водителя не было водительского удостоверения с категорией, которая позволяла бы им управлять грузовой автомашиной с полуприцепом. Не хватало только чистосердечного признания. То есть, обратите внимание, я забегаю вперед немножко, и так оперативные сотрудники создали ситуацию в рамках оперативного эксперимента, в котором они допустили нарушение закона. В данном случае, значит, не уголовного, конечно, закона, да? Ну, то есть, были... Документы не соответствовали. Ну, во-первых, предоставили фальсифицированные документы. Тогда можно и говорить о... Фальсификациях. Подоле. Вот. И далее они проинструктировали этого водителя, чтобы тот, соответственно, передал взятку за незаконные действия. За незаконные действия, которые они сами, получается, и смоделировали. Дальше. Передача денег состоялась. Затем, как обычно, предполагаемый взяткополучатель был изобличен. И далее, обратите внимание, что произошло. Гражданин, подозреваемый и обвиняемый в дальнейшем, вину свою не признал. Он отрицал сам факт получения взятки, что взятку ему подбросили. И его позиция защиты именно была на этом основана. Что я взятку не брал, кто-то из полицейских мне сунул эти деньги в карман. Его правовая позиция отрицалась, опровергалась показаниями свидетелями, аудио-видеозапись была и так далее. Обратите внимание, один из свидетелей показал в судебном заседании, что имеется в виду свидетель оперативного сотрудника. А их было два. Два свидетеля. Что тогда-то, в такие-то сроки, поступила внимание оперативная информация о том, что сотрудники этого управления по такой-то области за несоставление административных протоколов получают в качестве вознаграждения денежные средства. Ими проводилась проверка данной информации, в том числе осуществлялось наблюдение. Эта информация подтвердилась в отношении гражданина С. В этой связи было принято решение о проведении оперативно-ростного мероприятия, оперативные эксперименты. Обратите внимание, что постановление было утверждено заместителем начальника межрайонного отдела полиции. Как Олег Варич? Не вижу нарушения. Не видите нарушения? Ну, если это только не начальник криминальной милиции, да? Криминальной полиции. Так ведь? Если это начальник криминальной полиции, то... По должности он же зам начальника райотдела, как правило, да, полиция? Тогда да. А если он зам, к примеру, по милиции общественной безопасности? Если по статистике, то он еще что-то. То нарушение. То нарушение закона. И вообще все ОРМ незаконны. Все документы по результатам ОРМ, то есть оперативный эксперимент, были в установленном законном порядке рассекречены и представлены следствием. И обратите внимание, Олег Валерьевич, все эти документы, а тут перечисляется акт приема и передачи технических средств, постановление проведения, постановление рассекречивания, другие акты, акты оперативного эксперимента, были осмотрены следователем и признаны вещественными доказательствами. Олег Валерьевич, имеем место нарушение закона? Я думаю, что имеет, конечно, потому что по сути своей такие документы не могут быть признаны вещественными доказательствами, исходя из вообще, скажем, определения, да? Вещественные доказательства, статья 81 УПК. Это доказательства, эти доказательства могут быть признаны, эти документы могут быть признаны иными документами, статья 84 УПК. В качестве вещественных доказательств могут быть приобщены какие-то материальные носители, да? Совершенно верно. Стенограммы. Ну, есть, да. Статья 8. Из документов только стенограммы, по сути. Стенограммы и сами аудио-видеозаписи. А, этих телефонных про... А, телефонных, кстати, да? Это прямо указано в статье 8 Федерального закона ОБРД. Хотя там спорный вопрос, процессуалисты по этому поводу спорят, но это уже не суть. Закон написан, и бог с ним. Но вот эти документы вещдоками быть по определению не могут. Вопрос в следующем. Итак, это нарушение закона. Как вы думаете, Олег Владимирович, оно существенное? Оно может повлечь отмену этого приговора? Я думаю, можно, но нужно, наверное, все равно попробовать... Не то, что попробовать. Нужно очень хорошо, так скажем, постараться смотивировать. Почему? Почему существенное? Да, согласен. Спорный вопрос по поводу именно существенности. Но нарушение есть 100%. Итак, обратите внимание, коллеги, на следующий момент. Мы еще прокомментируем здесь позицию стороны защиты. Так, но обратите внимание, как поступили оперативные сотрудники. Они, повторюсь, да, предложили, они создали эффективный документ и предложили, по сути, содействующему людям, во-первых, нарушить закон. Нарушить закон, потому что он не имел права водить это транспортное средство. С таким весом, и, повторюсь, очень важно, с прицепом. В соответствии с федеральным законом об оперативно-розыскной деятельности, статья пятая, запрещает органам, субъектам ОРД, внимание, подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. Провокация. И вот в данном конкретном случае мы привыкли рассматривать провокацию именно как инициативу в передаче взятки, да, или в покупке наркотиков. А вот здесь имело место совсем другое подстрекательство. То есть оперативные сотрудники подстрекали к человеку к нарушению правил перевозок, международных перевозок, и правил дорожного движения. Как Вы считаете, Олег Валерьевич, это существенное нарушение? Это существенное нарушение. Мы, кстати, уже затрагивали в одном из видео, не помню, каком, тему того, что, ну, понятно, что оперативная, так скажем, задача была выявить взяточничество, да. На самом деле у нас в статье пятой же не говорится о том, что вот... Там вообще говорится просто о том, что нельзя провоцировать, провоцировать, ну, допустим, любого, не важно, там, должностных лиц, да, кого провоцировать на совершение какого-то преступления. По сути, на совершение противоправных любых действий. Да. Не факт же, что этот инспектор бы взял взятки. Он мог просто там, скажем, из чувства, я не знаю, просто из халатности, например, совершать и пропустить. Совершенно верно. Более того, если бы у водителя документы были бы в порядке, то есть он бы законно перевозил груз, велика ведь вероятность, что этот, это должностное лицо не потребовало бы даже взятку, да. В результате получается, что оперативные сотрудники создали ситуацию, в которой умысел виновного сформировался в результате действия оперативных сотрудников. Так вот, коллеги, обратите внимание, сам гражданин С, как подсудимый, его правовая позиция была следующая. Признаки административного правонарушения при остановке транспортного средства им не могли быть выявлены. То есть он защищался только на фактических основаниях. Он даже не подумал о том, что оперативные сотрудники нарушили федеральный закон ОБРД. Провокацию. Далее, обратите внимание, разумеется, в большинстве приговоров, наверное, во всех, нет тщательно анализируются ходатайства и жалобы адвоката-защитника по делу. Но, тем не менее, вот абзац, который иллюстрирует косвенно нам показывать, какую позицию занял защитник. Итак, посмотрим. Доводы стороны защиты о том, что оперативно-розыскное мероприятие, оперативный эксперимент проведено с нарушением требования законодательства ОБРД, несостоятельны и опровергаются приведенные выше доказательствами. Точка. Порядок проведения осмотра места происшествия был соблюден. Обратите внимание. Значит, об этом ходатай слозащитник. Запятая. Ход и результаты осмотра проведены в протоколах, которые отвечают требованиям закона. Предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия, в присутствии понятых, были надлежащим образом упакованы и опечатаны. Точка. В этой связи основания для признания документов по результатам ОРД и протоколов осмотра места происшествия недопустимыми доказательствами не имеется. Олег Валерьевич, все. Больше про позицию защиты в приговоре ни слова. Как вы думаете, Олег Валерьевич, значит ли это? Я могу предположить. Какова вероятность того, что адвокат даже не поставил вопрос здесь о провокационной деятельности? Суд очень может, так скажем... Может суд умолчать о таком серьезном, если бы он был? В таком важном аргументе доводит, ну это мало вероятно. Мало вероятно. Чтобы суд это пропустил. Очень мало вероятно. Итак, коллеги, делаем вывод, что с одной стороны, по этому делу допущено существенное нарушение закона. Прежде всего, во-первых, оснований для проведения ОРД вероятно не было, потому что они не рассматривались в приговоре. Никто из свидетелей не был допрошен и не отвечал на вопросы о том, какие были сведения о том, что гражданин С берет взятки. Это раз. Во-вторых, самое очевидное нарушение. Суд не рассматривал вопрос. По делу была допущена фактически подстрекательская деятельность. Провокационно-продстрекательская деятельность. Прямо запрещенные статьей 5 Федерального закона. И вспомним статью 3 Федерального закона ОРД. Принцип законности. И статья 15. И статья 15, которая перечисляет права и полномочия органов субъектов ОРД. И там нет права на фальсификацию документов. Понимаете, да? Кроме как для того, чтобы засекретить. Это первый вывод, коллеги, да. Засекретить могут? Зашифровать данные лица. Да, не зашифровать. А вот фальсифицировать? Пожалуй, нет. Ну и, наконец, очень печальный вывод, уважаемые коллеги. Адвокат по этому делу с высокой долей вероятности, я, конечно, не могу быть уверен, изучив всего лишь один документ. С высокой долей вероятности не обратил внимания следствие прокурора и суда на самые существенные нарушения, допущенные в рамках ОРД. Это отсутствие оснований и провокации. Результат – человек был осужден. Вот, к сожалению, к чему приводит, во-первых, некомпетентность оперативных сотрудников и вообще следственного органа, в том числе, да, который не выявил эти нарушения суда. И, что, наверное, самое страшное и трудновыявляемое – это некомпетентность адвоката-защитника. Предположительная некомпетентность. Такие дела, Олег Варьевич. Как вы думаете, стоит нам продолжать вот эти блиц-анализ, экспресс-анализ? Будем, кажется, лучше у зрителей, наверное, спросить об этом? Мы спрашиваем у вас, друзья, хотите ли вы, чтобы мы проводили экспресс-анализ документов по делам, где используется результат ОРД? И, если да, каждый из вас может послать такой документ, и мы проведем его экспресс-анализ. Итак, оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Спасибо. Спасибо.